Всем привет, ребят, с вами Ёжик, и сегодня, ребят, и у нас Бравл Толк. Сразу же добро пожаловать в Бравл Толк, и мы там уже сразу же увидели, ребят, кота. Кот, это по-любому намёк на нового бойца, ребят, из Бравл Пасса, ребят, мы уже это поняли. Кстати, ребят, Бравл Воспитарс уже скоро исполнится 5 лет, через это он нам даёт бесплатный подарок Мика, мифический бравлер и ангел Кольта, ребят, об этом нам ещё расскажут. Поэтому, ребят, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ну, сажайте, если подобный, и поехали, ребят. Кстати, я хотел, ребят, вам порекомендовать своего классного дизайнера, ребят, топовый, просто делает классные превьюшки, ребят, мне нравятся, ребят. Можете посмотреть сами мои предыдущие видосы на этом видосе, все видосы, которые у меня там, последние 10 меню, все, ребят, превью его, ребят. Поэтому он делает быстро, качественно, дёшно, пишите ему в Телеграм, Телеграм я его оставлю, как всегда, в описании, ребят. Поэтому, удачи вам. Ну, а мы поехали, добавляют новый скин на Мику, Гринч и ещё какой-то Гринч, это более имба. И ещё один добавить. Кстати, ребят, будет неделя подарков, её покажем немножко потом, просто токен, но я вам сразу говорю, добавить веры, возвращают Бравли Дэй скины зимние. И, ребят, новые добавляют. Так, и у меня есть скрин, ребят, слил всех подарков, скинул подписчик, ну и слил, не слил, ребят, поэтому сейчас перед на вашем экране он есть, ребят. Вот такие вот подарки у нас будут. Тут, в принципе, третье число понятно, бесплатный Мика, тринадцатый Кольт, четырнадцатый Лего, Стар Дроп, ну и пятнадцатый там Гема и всё, ребят, конец. Поэтому поехали, вот такие вот скинчики будут, прикольно, и дальше. Там у нас, кстати, тут у нас, да, ну, Мика этот на третий день дадут, понятно, Ангел Кольт на тринадцатый, всё верно. Ну, именно тринадцатый день, а не тринадцатый число. Кстати, ребят, да, гиперзарядный хаос, и как мы увидим, ребят, посмотрите, на меня копилки новые, добавят усложнение. И перезаряды, это понятно, там имбаривают, сейчас их разберём. На Леон, ребят, мы не можем теперь, даже если мы стреляем, нас всё равно не видно, даже если притык подойдём. Следующий на Фэнга, ульта просто сквозь стену, как будто пофиг, игнорирует всё. Дальше Эдгар, быстрая перезарядка прям максимально, и скорость. Дальше Динамайк при взрыве супера, ещё, типа как гаджет первый Динамайка вылазит. И Ворон с самой имболой, вы просто смотрите, кинжалы туда и обратно. Мико, он после ульты будет встанить. Это понятно. Окей, также они представят 5 на 5, ребят, режимы, это просто имба. 5 на 5 у нас будет зачистка, как мы видим, Бравл Болл, и гемы, ребят. Но, кстати, это будет не так привычно, как всегда. Как минимум, Бравл Болл и зачистка, ребят, будут вот в таком вот виде. Они не будут в привычном, они будут вот в таком, потому что это 5 на 5, и она будет в горизонтальном. Так само вот зачистка, и вот мы видим, видите, скользят на вот этой штуке. Это и будет в Меокопилке, и там ещё какой-то яд будет. Прикольно, мне понравилось. Кстати, вот гемы, и мне кажется, там будет 2 лунки, с которыми будут падать гемы. Надо будет не 10 гемов, а 20. Прикольно. Теперь к январю, ребят, сейчас мы увидим нового бойца кота. Это кит, ребят, бойцовский кот, он появится в новом пассе, Старый Парк. Прикольный, в принципе, кот. Мне нравится. Атаку у него, считайте, как у нашего же Мика, так он притягивается. И это он может и шок противником, он станет, либо к тиммейтам он хилит. Дальше атака у него, это когти, либо какая-то типа в виде метателя. Что-то он там может кидать, но это редко, я не понял, так и как оно будет. То есть оно типа в притяг, он дряпает. Прикольно, быстрая перезарядка, как бы да, не то что у Мика. Дальше, ребят, кстати, хотел бы ещё сказать то, что у меня копилка теперь, она через 2 тыжды, кожаные 2 тыжды, а она как было кожаные тыжды. Потому что это было типа слишком жирно, я так понял. Хотя мало, вернее очки и хоть, 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 как просто было раньше. Так, добавлять скин на кота, дальше тут будет халявная прокачка на кота. Если, я так понял, если вы купите пас, вы получите прокачку на кота. И он будет его прокачивать. Там типа тоже будет, как считайте, неделя подарков, только для тех, кто купил кота. И, короче, дальше, ребят, скины просто имбовые, новые, другие. И вот такие вот калетка, там просто калетка, я уверен, всем зайдёт вместе с пайком. Ну, Рика мне так себе зашёл, калетка будет, ну, она будет роббас плюс, спайк будет за 300 гемов, а Рика я не шарю. Кстати, ребят, ещё хотел сказать, когда нам показывали гиперзарядный хаос, а, нет, даже до него, когда нам показывали подарки в неделю, там слева, ребят, засветилось то, что то ли за 1000 монет, то ли на халяву, то ли за что-то. Там дадут 500 гемов, короче, куча всего. Ну, это не факт, что так будет, но дадут. Просто не факт, что за что. Просто посмотрите, спайк я хочу, он имба. Смотрите, что за атака, что за ульта, как он ходит. Интересно, как в него будет попадать? Он же не такой, как все это, типа, четверство за 300 гемов, или всё-таки оно будет как-то по-своему? Ну, ещё и пин, там иконка, там просто всё имба, ребят. Браво паст, кстати, теперь будет по месяцу, покупаться только за деньги, гемов будет больше. Понятное дело, везде будет браво паст обычный, и браво паст плюс, и дефолтный, да, бесплатный. Кстати, ребят, эпика гарантированно вроде можно будет разблокировать. Да, как мы видим, больше всего добавили наградок, любых монет, всё подряд добавили, просто имба, ребят. Дальше мы увидим 50 гемов, 100 гемов, а тут в обычном непонятно. 50 теперь будет длиться. Мы увидим старт дропы внутри браво паста, и под конец, ребят, мы будем получать старт дропы, рандомные места вот этих вот кредитов, это намного лучше. Сверху там 100% бравлер эпический, и ещё, кстати, ребят, если браво паст плюс купить, то мы получим титул, то есть не надо будет тратить своё время. Дальше икспишки, вот видите, переработали. Теперь их с браво паст плюсом будет 600 из 400, то есть это, типа, больше, чем у всех. Типа, вы будете выделяться, ребят. То есть, это, знаете, чисто попрошаю, кидайте нам денег, и мы вам дадим вот такую вот фигню. О, ребят, не ведитесь, лучше уже без такой вот фигни. В принципе, вот так, вот дальше скинчики. Да, какая-то, короче, покупка будет. А, вот, да, короче, скины, ребят. Если у вас нету бойца, но есть на него скин, типа, выпал старт дропа, ничего. Получай бойца, получай скин. То есть, у вас он будет, пока, типа, он будет высвечиваться, но, типа, нужен боец. Это логично. Окей. Кстати, ребят, ещё один новый боец добавят. Это Ларри и Лори. Это двойной боец. И, кстати, ребят, просто посмотрите, это боец... Считайте, три в одном клон. Это как у Лола, первое. Второе, атака, как у Барли. И третье, ребят, атака клона, как у Грифа. Это просто, я в шоке. Вот, видите, да? Как бы, и Бравлер, как бы, сам по себе слабый, мне кажется. Типа, ну, считайте, метатель. Хотя, не, вроде сильный. Нет, это сильный, это метатель, сильный. Ну, клон, фигня. Это, типа, считайте, вблизи, чтобы защищаться. Это прикольно. Так, дальше на тему Нового года мы закончили. У нас будет, наверное, в честь китайского Браво Старса, вот такой двуконг Мика прикольный. Так, дальше, китбоксер Кот. На несколько китбоксеров каких-то из Браво Пасс Плюса. Только, наверное, типа, сначала будет Калет, а Браво Пасс Плюс это другой пасс. Это после зимы будет. Дальше, как мы знаем, у нас есть за 300 гемов вирус 8 бит. И добавят антивирус 8 бит. В принципе, ничего не изменили, просто сделали немножко темнее или что-то такое. Дальше свирепый фэнг, скин на фэнга. Это всё, конечно же, прикольно, ребят. Дальше, ещё скин в честь поддержки Зетты, потому что Зетта выиграл, ребят. И мы Зетту поздравляем с победкой на чемпионате мира, ребят. Кто не знал Зетта Дивижн? Дальше. Вот такую вот Пайпер карнавальную. Кто-то называет её бразильской, я не знаю почему. Ну, понятно. Дальше, ку-ку Джесси за 29 геймов кодневлюблённых. Дальше, в честь фанатов американского футбола Эль Примат. Дальше из Старопарка Пока без маски, ребят, кто видел Старопарк, смотрел на камерах. И Фрэнк, ребят, синий король Фрэнк и красный из Клэш-Рояля. Я очень его хочу, ребят. Это классный скин. Вот это мне понравилось, ребят. Это было из Супер Силл Мэйк фан-арта. А, нет, это был фан-арт. Это не Супер Силл Мэйк, это не конкурс. И, ребят, самый клон добавит серию побед, ребят. То есть, за серию побед будут давать кубки. То есть, если вы сделали победу, потом вторую победу. То есть, типа, подряд победы, типа, две победы подряд. Это один кубок. Три победы, два кубка. И вот так вот, короче, что-то до пяти кубков, ребят. Ну, вот такой вот Брау Пасс. Пишите хэштег Санта Ступ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ребят. У нас с вами был Ёжик. Вот такой вот Брау Пасс. Всем спасибо за просмотр. Ну и всем удачи. И всем.